Компьютерная ЕГЭ по информатике 2021 год. Задание номер 3. Итак, во фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. Определите на основании приведенных данных идентификатор женщины, ставшей матерью в наиболее молодом возрасте. Сразу хочу сказать, что к базам данных эта задача не имеет практически никакого отношения. Прямо реально вот она не про то. Здесь скорее можно сказать про то, что это граф, ориентированный граф, представленный в... Ну вот посмотрите, да, это список вершин, идентификаторы это вершины. А это список ребер, только эти ребра направлены, потому что родители и ребенок неравноправны. Это орграф, да, с некоторой спецификой, да, но тем не менее, это ориентированный граф, без циклов, между прочим. Он не может являться собственным дедом, например. Ладно, так вот, что нам необходимо сделать? Вот, эта задача либо для решения на листочке, либо для решения с помощью табличного процессора. Программирование здесь не может быть применено практически никаким образом. Нет смысла. Внимательно читаем, всматриваемся. Нам нужен идентификатор женщины, то есть фамилии нам сразу не нужны. Ставшей матерью в наиболее молодом возрасте. Если у матери будет несколько детей, то тогда нам реально для определения этого возраста достаточно только чего? Самого старшего ребенка, ну то есть родившегося в наиболее ранний год. Да, поэтому мы можем взять табличный процессор и выписать идентификаторы матерей, которые... Да, и кстати, мужчин тоже можно игнорировать, отцов. В данном случае отцов можно игнорировать. Вот, короче, нам нужно бежать по таблице 2, выписывая идентификаторы женщин. Можно тут же выписывать их года рождения. Идентификаторы только старших детей, потом посчитать, сколько, какой там возраст. Это можно будет сделать при помощи, собственно, формулы табличного процессора. Это будет быстрее всего. Итак, раз, два, три, поехали. 24. Смотрим, это мужчина, сразу пропускаем. 44. Это же 38-го года. 44, 38-й год. Так, ребенка забыл. 25. Тут же можно задаться вопросом. А есть ли у 44 еще дети? Ответ, да, 34. Осторожно. Будьте внимательны, в этих идентификаторах, которые приходится набивать вручную, очень легко запутаться. Ладно, у 25 год рождения, 74. На самом деле нам и идентификатор не так нужен, как год рождения. А у 34 какой год рождения? 64. На самом деле это означает, что нам интересен именно вот этот ребенок. А этот нет. Поэтому я его сразу могу удалить и оставить только этого. Еще раз говорю, идентификатор ребенка мне безразличен. У меня важен был только возраст. У 44 больше детей нет. Вот. Так, дальше двигаемся. Следующий. Я вот бегу вот здесь, и очень важно не потерять, на какой строке я нахожусь. Я сейчас про 44-ю мать. 25. Это мужчина, пропускаем. 64. Это женщина, 73-го года. Аккуратненько. Идентификатор мне ценен. Он попадет, возможно, в ответ. Так, 64. Значит, ребенок, пока я все-таки идентификатор запишу, потом в соответствии на 26. Так. И у 64 еще есть ребенок 54. Так, возраст. 64-и, 73-го года рождения. 26. Это 2001. Я, как заметили, года рождения пишу без 1900. А если встречается 2000, как в данном случае для ребенка 26, то я напишу 101. То есть я накину сотенку, и все. Это быстрее просто прагматика. На практике так проще. Я вам советую. Так, ладно, 54. Что у него там? 95-го года рождения. Впрочем, как видите, сразу можно этого ребенка выкинуть, потому что меня реально интересует ребенок 95-го года рождения. Идентификатор меня тоже больше не интересует. У 64-и, два ребенка, больше детей нет. Мы находились вот здесь. 24. Мужчина пропускаем. 44 уже рассматривали. 34. 34. Женщина, да, 64-го года рождения. Так, аккуратненько. Значит, 34. Еще раз, 64-го года рождения. Кто у нее дети? Это 35 и 46. 35 и 46. Так, 35 родился в 90. 46 родился в 93. Ну, собственно, он меня не интересует, поскольку более поздний ребенок. Да, идентификаторы у меня больше не понадобятся. У 34, два ребенка, больше детей нет. Поехали дальше. Я находился вот на этой строке. 36. Это мужчина пропускаем. 14. Женщина, внимание, осторожно. 14. Год рождения. 37. Так. Дети. Так, у 14. Один ребенок. 36. 36. Год рождения. 64. Не сюда. 64. Так. Еще матери есть. Так, 34. Уже была рассмотрена. 36. Мужчина. 25. Мужчина. 64. Уже была рассмотрена. У меня здесь, по сути, 4 матери было найдено. У каждой там по нескольку детей. Я выписал возраст старшего ребенка для, ну не возраст, а год рождения для старшего ребенка, для каждой из них. Чтобы узнать возраст матери на момент рождения, я вычитаю из года рождения ребенка, год рождения матери, получаю. Формулу я сейчас раскопирую на вот эти три ячейки и получаю, что самая молодая мать, собственно, это мать 64. Ее идентификатор и должен являться ответом. Ура, вот ответ. Давайте разберем еще одну задачку. Точно, почти, нет, не точно такую же, почти такую же. Значит, там про отцов до матерей. Итак, во фрагменте базы данных представлены средние родственных отношениях. Определите, у скольких детей. Ага, значит, количество детей будет иметь значение. Отец старше матери более чем на 3 года. Значит, возраст отца и матери будут иметь значение. С другой стороны, возраста детей, когда они родились, не будут играть никакой роли. Поэтому давайте осторожненько попробуем это дело повыписывать. Итак, меня интересуют пары, муж, жена. Можно заметить, что в этом случае они как бы объединяются через ребенка. Надо заметить, кстати, что вот эти базы данных, они довольно-таки специфические. Они очень, я бы сказал, современные и статистически, в каком-то смысле, наполовину правдения. В них всегда, почти всегда полные браки. Во-первых, это полные семьи. В смысле, там и мать, и отец присутствуют, хотя не всегда. Это бывает. Но никаких сложных ситуаций, когда там отец двух детей, такого из разных семей, к счастью, не присутствует. Ну, как вы понимаете, жизнь намного сложнее. Да, вот. Ну и на что еще можно сказать? Что детей тут многодетных практически никогда не бывает. Я замечал, что вот три ребенка изредка когда-нибудь мелькнет. Но таких по-настоящему труд многодетных тут не встречал. Ладно. Короче, что мы делаем? Поехали. Я пишу 127 и 182. Я на самом деле могу сразу подглянуть, кто из них мужчина. Да? 127 и 182. 127, 182. 127 мужчина, поэтому я напишу его первым. Мне это будет важно, поскольку там возраст отца, старшей матери. Да? И одного ребенка. На самом деле, я мог бы сразу посмотреть. А у них есть еще дети или нет? Быстренько так. 127 есть? Нет? А, больше нет. 182. Ну, естественно, тоже нету. Вот, короче, один ребенок у этой пары. Слушайте, а давайте я вначале пробегусь. Пары найду, а потом уже возраста буду прописывать. Поехали. Следующий. Так, 212 и 243. 212 мужчина. Вот он у меня пойдет первым. 212, 243. Так, у них есть один ребенок. Это 148, а еще нет, больше детей нет. Поехали дальше. 254. Интересно, смотрите, да. 254, кстати, мужчина, да. Он с кем-то там другим сейчас будет объединяться. Не сам же с собой. Да, 314, смотрим. Ага, вот 830 его суженое. 830. Да. Один ли у них ребенок? Слушайте, а давайте я буду посчитать детей там потом, когда делал детей у нас. Даже не, хладно я все откладываю, да откладываю. Потому что по-хорошему я и детей-то могу пересчитывать попозже. Ну ладно, не так уж сложно. Я вижу, что у них два ребенка, да. Не сложно увидеть. Поехали дальше. 254 отработали, 543. А 543 это кто? Ж. Ага, давайте кого-нибудь его пару найдем. Так, вот 800, 849. О, это мужчина. 849. Еще раз его пара через 830. Это 543. 543. Так, ну и у них двое. Да? Правильно? Правильно. Дальше. Кто следующий? Это где 543 была строка. Следующий. 544. Мужчина? Мужчина. 544. Так, его суженное. 544 объединяется через 545 с 750. 750. Так, я правильно, 544 это мужчина? Да. Это мужчина. Так, 750. Так, у них один ребенок. Ну и кажется, все. То есть все остальные у меня вот здесь вот, да, это уже вторичные, вторично супруги тех, кто был раньше. Итак, у меня 5, собственно, отцов, 5 матерей. Да, правда, вопрос там ставится, у скольких детей? Давайте для начала, в принципе, узнаем, сколько этих ситуаций, когда отец старше матери. Для этого придется возрастая, подписывать. 27, 127, прошу прощения, это 36-й год. 182, 40-й год. Так, 212, 70-й год. 243, 76-й год. 254, 81-й год. 830, 80-й год. 849, 47-й год. 543, 48-й год. Так, 544, 61-й год. 750, 62-й год. ЕС. Осталось аккуратно прописать разность между годом рождения жены и годом рождения мужа. Соответственно, у меня, если больше трех, то, ну, собственно, мне нужно смотреть на, немножко с количеством детей, тут оно, как сказать, подкуталось. Мне нужно смотреть вот на эти ячейки. Я вижу, что больше, чем 3, на больше, чем 3 года разность у вот этих товарищей. У каждой пары по одному ребенку, значит, только у двоих детей отец старшей матери больше, чем на 3 года. Ответ 2. Товарищи, я надеюсь, что когда-нибудь в этой задаче по-настоящему будет база данных, что, пользуясь тем, что ЕГЭ, наконец-таки, компьютерный, что, там, в следующем году, или, может быть, через год, вы будете делать, там, select-запрос какой-нибудь, или еще что-то, там, доставать реальные данные из базы данных, это было бы тогда интересно, это был бы практически навык. Это то, что сдвинуло бы, сдвинуло бы школьное образование в вопросе баз данных. Сейчас это, к сожалению, задачка счетная. Будьте осторожны. Очень легко просто не заметить кого-то, чего-то недосчитаться. Она техничная. Я эту задачу не люблю больше всех. Это прям вот раздражающая меня задачка. И в связи с тем, что я сам много путаюсь, я, наверное, и вам посоветую не откладывать ее решение под самый конец экзамен. То есть, вот это та задача, которую лучше прийти и быстро решить на свежую голову, наверное. Вот. И я закладываю под решение, там, минимум 8 минут, а то и 10 надо минут, чтобы это дело аккуратно, методично расковырять. Программирование не поможет. Либо бумага, либо табличный процессор. Можно и так, и так. В крайнем случае, если вы ничего не понимаете, но нарисуйте этот граф, нарисуйте все идентификаторы, выстроите это родословное древо, кто от кого там произошел, чтобы его видеть глазами. Это тоже метод. Просто все равно приходится считать. Поэтому я сразу делаю это в публичном процессоре. Ладно. Желаю вам удачно сдать ЕГЭ по информатике, стать великолепными IT-специалистами. Пользуйтесь только свободным программным обеспечением, ну или, насколько это возможно, свободным. Linux Rules с Богом!